Всем привет! Сегодня готовлю ножки кролика. Если вы будете покупать кролика на рынке, обязательно убедитесь, что это кролика, не кошка. Добросовестные продавцы, как правило, лапку оставляют нетронутой. Для удобства приготовления разрежу ножки на двое. Мясо посолю и тщательно перемешаю. С помидор, с которых я буду снимать кожицу, крестообразно делаю небольшие надрезы. В кипящую воду отправляю помидоры буквально на 50 секунд. Я заранее приготовил чашку с холодной водой, куда готовые помидоры отправлю для охлаждения. В раскаленную сковородку добавляю растительное масло. И обжариваю кролика до хрустящей корочки. После 50 секунд помидоры вынимаю и отправляю в холодную воду. Переворачиваю ножки и обжариваю с другой стороны. С помидор удаляю кожицу. Разрезаю помидоры на 4 части и вынимаю сердцевинки. Готовое филе крупно нарезаю. Филе и сердцевинки пока убираю в сторону. Теперь приступаю к овощам для соуса. Из овощей я взял корень сельдерея, а точнее обрезки, и нарезал на небольшие кубики. Также обрезки от чищенной моркови, которую я предварительно помыл. И две луковицы, которые я грубо нарезал. Кролик полностью готов. Я перекладываю его в чашку. В сковороду добавлю немного масла. И в два приема буду обжаривать овощи. Первый прием я добавлять ничего не буду. Просто обжарю. До золотистого цвета. Пока овощные обрезки обжариваются, я подготовлю овощи. Морковь я уже почистил. И я нарезаю ее рустикально. Болгарский перец освобождаю от семян. И нарезаю тоже грубо. Черешковый сельдерей. Экономкой удаляю верхнюю часть покрова, так как она сильно волокнистая. Разрезаю пополам вдоль. И также нарезаю на небольшие ромбики. Во вторую половину овощных обрезков добавляю 1 столовую ложку томатной пасты. Перемешиваю и обжариваю. Добавляю немного красного вина, любого. Довожу овощи до золотистого цвета и добавляю оставшуюся визну. В общей словности я взял вина 300 миллилитров. Добавляю буквально 3 веточки розмарина. Добавляю сердцевинки от помидор. И добавляю буквально еще пол литра очищенных консервированных помидор. Если они у вас целиком, измельчите погружным блендером. Добавлю буквально 2 столовые ложки сахара. И 1 чайную ложку соли. Немного черного перца. И всю массу потушу на плите буквально минут 15. Первую часть обжаренных овощей для соуса, куда я также отправил обрезки черешкового сельдерея, выкладываю кролика и заливаю его соусом. Накрываю алюминиевой фольгой и отправляю в духовку вверх-вниз при температуре 160 градусов на 40 минут. Если вы не хотите готовить в духовке, вы можете готовить кролика на плите. Пока кролик тушится, очищу 2 зубчика чеснока от нескольких веточек тимьяна, которые я предварительно помыл. Отделю листья от стеблей. Все подготовленные овощи я переложил в одну кастрюлю. А также я добавил немного сушеных помидор. Ну просто они у меня были. Это не обязательно. И добавлю буквально 1 столовую ложку каперсов. Ну просто они у меня тоже в холодильнике немного заскучали. Добавлю сердечки артишоков. Сейчас не сезон, поэтому я добавляю консервированные. Но как-нибудь я сниму полноценное видео, как готовятся свежие артишоки. Филе помидор отправляю сюда же. Присаливаю. Перемешиваю и убираю в сторону. Ну что, приступаем к заключительной фазе. Мясо я перекладываю в отдельную чашку. А соус процеживаем через сито в овощи. Так, ну посмотрю, соус по густоте. Да, немного можно загустить. Поэтому как только у меня соус закипит, я добавлю немного кукурузного крахмала, разбавленного в холодной воде. Хотя я даже могу добавить сразу. Вот я взял буквально полторы столовые ложки кукурузного крахмала, добавил немного холодной воды. Я сразу отправляю этот крахмал сюда. Сразу натираю чеснок. Добавляю тимьян. Перемешиваю. На соль я уже попробовал. У меня все устраивает. На остроту. Если кто-то хочет поострее, можете добавить чили. Это ваше право. И отправляю кролика обратно к овощам. Накрываю крышкой и тушу еще примерно 15 минут. То есть это то время, которое необходимо для приготовления овощей. Возможно понадобится немножко больше. Ну, моим овощам понадобилось в общей сложности 20 минут. Ну что, я начинаю подачу. Так, супруга пожелала с рисом. Красота, да и только. Так, ну и теперь для меня, так как я рис не хочу, я буду есть сегодня просто овощи и мясо. Ну, потому что я буду есть с лепешкой. Ну и лично для себя я добавлю немного зелени. В данном случае укроп. Этого делать не обязательно. Ну, просто я так хочу. Я считаю, что он здесь будет уместен. Очень хорошо будет сочетаться. Ну и запеченный ломтик турецкой лепешки. Вуаля, мой обед готов. Если вам это видео пришлось по душе, можете поделиться им вашими друзьями. А я желаю вам всего самого доброго. И до новых видео.